привет всем микки маусом как начать делать и действовать ребят ну невозможно мне даже слов нету объяснить как начать вот вот как встать да это вот это встать как сесть это сесть вот как начать делать вот начать я не могу даже вот объяснить потому что у меня даже не хватает разума я хочу начать пить воду я беру стакан я пью просто начать делать и не думать получится или не получится нужно это или не нужно правильно это или неправильно осудят меня или не осудят не надо это крутить в голове как делать что делать а вдруг у меня не хватает опыта вдруг у меня не хватает знаний вот когда вы сидите и вот обмусоливаете вот эти вот мысли убеждения шаблоны свои которые мы постоянно крутим да тогда мы не можем встать и пойти пойти просто пойти хотя бы мы не можем потому что мы будем сидеть и продолжать думать а нужно ли мне вставать а нужно ли мне идти а куда я приду а зачем я туда пойду вот эти мысли просто отпускаете и идете делать я не знаю как еще адекватнее объяснить эту ситуацию каждый раз перед тем что-то делать говорить о себе не интересно я не знаю как это получится я не знаю как это произойдет мне просто интересно вот что я получу сейчас в процессе как это будет происходить мне просто интересно взяли и пошли сделали как начать делать ну даже знаю как по другому сказать перестаньте гонять мысли что у вас что-то не получится или вы не знаете как делать в процессе узнаете будет меня это радовать или нет попробуйте узнаете чем труднее задача от слова труд тем больше энергии вы получаете на выходе если все легко и просто вы даже не заметите и не будете удовлетворены от проделанной задачи не получите тот гормон счастья дофамин свой потому что это все пройдет быстро незаметно слишком легко вот мы любим усложнять все вещи для того чтобы получить наибольшую просто вот наивысшую радость от того что мы наконец-то сделали и поэтому трудитесь и пробуйте особенно у меня не получится это такой шаблон дурацкий когда мы так думаем то у нас уже ничего не получилось ну потому что мы не начали это делать естественно у нас этого нету у нас нет ни процесса ни конечного результата поэтому у меня ничего не получилось как только вы так сказали все у вас уже сто процентов не получилось но как только вы что-то сделали хоть какой-то шаг у вас что-то да получилось то есть какой-то результат может быть не такой какой вы ожидали но он же получился другой какой-то то есть вы сидели тут встали у вас совсем другой результат точки здесь сейчас нахождение то есть вы уже в другом состоянии то сидели тут встали да вы может быть хотели на одну ногу встать там или сесть на шпагат у вас не получилось но если вы будете прилагать n попыток n количество до какое-то то у вас рано или поздно получится вот как дети они же не знают как ходить они же не умеют но они пробуют 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 до тех пор пока они не встали на ноги и не пошли то есть вот вот эти мысли записывайте за собой возьмите тетрадку записывайте все свои вот эти вот токсичные мысли которые вас тормозят мне не получится я не знаю как я не умею мне сложно мне трудно это невозможно а что подумают люди а правильно а не осудят ли не меня а если я себя наврежу ну и кучу такой вот фигни и меняйте эту привычку говорить по-другому так мне трудно окей значит будет еще больше энергии если я это преодолею я не знаю ну и хорошо что я не знаю потому что если бы у меня были какие-то знания значит я это уже в прошлом делал то есть если я сейчас буду делать то же самое у меня нету интереса потому что я уже знаю как это было какой-то процесс и что получится в этом нет интереса если нет интереса то тут нет энергии соответственно у вас не будет ни радости не удовлетворения поэтому когда вы не знаете менять и привычку да я не знаю но поэтому мне и интересно это узнать либо у меня не получится а с чего я так решила у детей получилось блин ложку держать и говорить у всех получается если ты тренируешься и пробуешь почта почте чего я решил то есть вводите новую привычку записывайте вот эту хрень всякую которая у вас проскальзывает в голове мне не лень хорошая отмазка просто а лень почему потому что нет интереса что-то делать взять и пойти и посмотреть что получится вот если у вас есть интерес хоть на какие-то действия у вас просто априори не может быть лени лень это состояние энергосбережения когда вы не хотите тратить энергию попасту так как не знаете куда ее тратить да и чтобы не делать бессмысленные действия мы лежим и сберегаем мэрки вот на как только у вас появляется интерес вам хочется бежать просто бежать и что-то делать просто начни ну да вот всего вопрос задают а как это просто начать я вот не могу но если мы задумывались о том как ходить как держать ложку как пить воду как глотать пищу представьте чтобы было если вы будете вот эксперимент проведите попробуйте задумываться как вы шагаете да вы упадете потому что ваш мозг будет сконцентрирован на этих шагах пытаться там проанализировать а вот как там работают эти мышцы вы просто забудете как ходить у нас в принципе все действия они все на автомате уже записаны на подкорке мозга блин не надо думать просто идем делаем все но это все так просто но вы усложняете а если я много всего начинаю хороший вопрос круто я тоже очень много всего начинаю и наконец-то нашла решение этому вопросу у меня есть список уже его stories показывала я каждому чтобы не выгорать я каждому заданию прописываю что в день его нужно делать 15 минут конечно же это если интересно то ты через час себя ловишь что ты этим занимаешься и давно 15 минут уже прошли вот пишу там значит книжку одна глава это десять минут мне всего лишь потратить писать код по программированию тратить один час у меня обычно часа на три затягивает лежать на валике обязательно там пять минут что у нас английский изучать тридцать минут ну тоже затягивать час сижу читать одну главу любой книги вообще любой совершенно но я выбираю сейчас такие научные по физике по химии по биологии квантовой физики вот мне вот интересно вот такое дальше что я пишу я пишу слепой метод печати 15 минут 20-25 получается вот то есть если мы пишем список задач и следуем в разном порядке в течение дня отмечаем плюсиком что мы сделали вас это мотивирует делать и у вас все задачи спорятся одной задачи мы тоже не можем постоянно заниматься потому что мы существа такие что нам все время нужно переключаться потому что от одной задачи мозг до долго не может он устает и если вы будете переключаться делать по маленьким шагам каждый день куча задач но по чуть-чуть то есть не насиловать себя и не сидеть этот урок не смотреть вот который у меня два три часа идет и там потом домашка еще четыре-пять часов сижу дело нет я разделяю по маленьким кусочкам и у меня вот сегодня первый день как раз раз два три четыре пять шесть седьмой день делала выходной нифига не получилось ничего поделать я ленивая сегодня а завтра я начну дальше опять по 15 по 20 30 минут вот это все выполнять и тогда у вас все дела одновременно начинают делаться и причем с невероятной скоростью а так когда вы себя загрузили большим списком задач и думаете что то нужно выполнить то в итоге вы ничего не успеваете а если взять вот от каждой задачи маленький один шажочек в день и таких задач много сделать то у вас прямо такое развитие во все стороны идет ну и плюс надо ежедневно напрягать мозг все время вам рассказываю то что минимум час в день напрягать мозг совершенно новой очень сложной трудной какой-то там непонятной информацией которую тут же надо внедрять например вы никогда не готовили начать изучать приготовление пирогов и пробовать это готовить или изучать рисование и каллиграфию красиво писать в буквы и пробовать это делать мозг начинает работать во первых вы просто отключаетесь от ваших шаблонов от ваших думок о прошлом будущем гонять вот эти проблемы в голове вы начинаете по-новому видеть вообще мир потому что у вас мысли меняются за того чтобы внедряете новую информацию так добрый день заячка спасибо а ты пробовала стоять на гвоздях конечно как-то относишься к такой практике супер отношусь такой практике мне на очень нравится потому что когда ты стоишь на гвоздях в начале ты встаешь очень больно но потом ты просто принимаешь эту боль и у тебя такая эйфория и потом ну реально что-то меняется просто в твоем состоянии не описать это словами надо пробовать вот кто не пробовал кто пробовал меня поймет состояние очень классно физически потом и морально так хочется сказать такая родная как доченька спасибо или как сестра сестра давай сестра добрый вечер stories показывала список желаний подскажи пожалуйста как часто составлять такие списки я каждый день люблю записывать новые желания и вычеркивать которые сбылись и на каждое желание которое я записываю я с тетрадкой желания работаю каждый день меня это заводит и мотивирует поэтому я каждый день что-то придумываю мне даже вот в три часа ночи я проснулась и я офигела того что мне пришла мысль такая что а почему бы мне не полететь стратосферу на самолете на крутом самолете я записала это желание и вот просто такая эйфория от этого была что опять у меня инвестиционные графики пошли вверх сегодня скаканула криптовалюта вся по всем фронтам потому что ли на меня был подъем и на рынке соответственно в моей реальности тоже подъем вот поэтому я пишу желание опять какие же шаги нужно делать на чтобы полететь на этом самолете во первых убрать вот эти вот шаблоны что это невозможно и что это как-то трудно это как-то непонятно или это боязно или еще что-то со мной там случится или я не смогу записаться и просто отпускаю и все мне вот интересно как сейчас это все случится и интересно откуда с каких щелей придут деньги в принципе они у меня уже на эту сумму пришли за эту неделю как раз на инвестиция в порядком миллиона триста миллион четыреста где-то плюс-минус скачет у меня прибыль но я как раз могу потратить их на этот самолет но у меня есть такой большой список желаний куда еще хочу потратить поэтому я его отложила пока ненадолго ненадолго в ненадолгий ящик как сказать не в долгий ящик вот и потому что пока лето и так как времени не так у меня много на развлечения один-два дня в неделю всего лишь вот хочу попробовать куча всего а потом полетая на самолетике так что надо убирать вот эти вот мысли которые были невозможно особенно невозможность чего взяли что невозможно в жизни могут быть такие повороты и возможно все так мой кот сегодня умер всю ночь была эта игра коджи филимер нужно было дождаться что утра чтобы проехать на операцию он умер веню себя почему и не смогла быть в реальности где он жив потому что это невозможно запомните такую вещь что вот эта реальность в здесь и сейчас которая у вас проецируется вокруг да она прописана сценарий уже готов вы ничего в этой жизни не могли изменить вот все воспоминания которые у вас есть и поступить по-другому и и ни один миг в этой жизни не мог быть по-другому поэтому за что себя винить это вообще бред полный сценарий этого кота был заранее определен вами вместе с котом вот ранее вы уже договорились какой день он уйдет и почему теперь надо только понять излечь из этого опыт так что не надо себя винить вообще вина это такая фигня как и уныние которая требует обязательного наказания зачем вы себе портите жизнь вот скажите знаете как я поделила желание пока нет вопросов да тоже stories уже рассказывала я написала так как люди это все наши ресурсы все желания приходят к нам через людей и естественно чтобы попить чай мой самый любимый пример на нем рассказывать все люди и умы мира во всех временах создавали вот эту цепочку событий чтобы вы смогли сейчас попить чай изобретали электричество трубы кружки там рисование доставку выращивали чай строили дом розетки чайник ну как говорится все да и без вот этого каждого пазла не было бы у вас этого чая и все люди ресурсы все работают на ваше желание поэтому у меня всегда первый список желаний это с какими людьми хочется взаимодействовать и с какими друзьями подружиться вот я пишу большие списки желаний кого я хочу видеть в окружении каких мастеров каких вдохновителей каких людей которые меня не просто там вдохновлять чему-то могут научить и вот я вот прям уделяю самые большие списки именно по поиску людей и как только я их записываю они появляются в моей жизни вот так половину списка уже на этой неделе можно сказать я закрыла причем люди появляются случайно не случайно ну случайности понятно не существует вот потом у меня в списке досуга это наверное самый большой список после друзей а потом уже всякие мелочи там идут покупочки практически там не записываю фигня это все материальные желания они по большей степени не так мотивируют как желание получить какие-то эмоции получить адреналин получить кайф получить радость получить движуху какую-то а вот материальные вещи они наоборот консервируют останавливают ну те эмоции они не дают ну на пять секунд пока ты там их покупаешь получаешь там тебе дарят или еще что-то вот а настоящие эмоции можно получить от какой-то деятельности и общения с людьми поэтому я уделяю таким большим списком так последние дни вижу травмы животных о чем это ну если это животное это проекция нашего состояния животного начала нашей безопасности наших инстинктов что-то у тебя получается травма какая-то с твоими инстинктами травма с инстинктами как это объяснить распиши какие у тебя инстинкты есть единство с людьми единение общение социум в этом в инстинктах безопасность потребность в любви потребность в еде какие у нас еще там есть вот где-то у тебя есть какие-то переживания где-то какой-то ненабор может быть у тебя постоянные мысли о безопасности небезопасности мира да о небезопасности событий а еще к тому же что сейчас этот ковид продолжается все никак не закончится вот и транслирую твои страхи короче вот так можно сказать грубо так как узнать что я хочу а не надо это но это вы можете только почувствовать любви хотите радости хотите кайфовать хотите двигаться хотите испытывать эйфорию хотите ну блин это же нормальные желания вот почувствовать себя интересной нужной ценной классной красивой офигенной что мы еще хотим внимание общение двигаться танцевать петь проявляться из надо это купить машину квартиру пожирать пять раз в день вот это надо и заплатить за квартиру и так далее а испытывать эмоции скорее всего исхочу как забыть бывшего только клин клином вышибает когда мы были долго в каких-то связи с кем-то или с чем-то неважно даже с вещью я уже не говорю о человеке и когда эта вещь теряется нам физически больно морально больно и физически представьте у вас была некая связь эта связь энергетическая она ощутима да ну мы не чувствуем мы чувствуем эту связь хоть и не видим и когда она обрывается это как будто вам отрезали руку конечно это больно поэтому продолжать с бывшим общаться друзьями это вот самое идеальное решение тогда если будет поддержание этой связи пускай вы не будете жить вместе пускай вы не будете там это но вы должны продолжать общаться если не получается общаться вы должны окружить себя людьми чтобы наладить новые связи пока вы связь с кем-то не наладите взамен этой вот так и будет у вас рука болеть там образно говоря поэтому чтобы забыть нужно срочно идти с кем-то знакомиться общаться с девочками с мальчиками с бабушками с детьми пофиг вообще с кем с людьми общаться не люблю планировать как ты относишься к жизни без целей а я вообще так и отношусь что жизнь это полное бесцельное существование полное отсутствие целей жизнь она бесцельна в своем существовании вот у меня нет целей у меня есть единственная цель но это не цель она уже здесь сейчас получение радости удовольствия кайфа просто жить и наслаждаться этой жизнью вот а что именно меня будет радовать и наслаждать это не важно то есть что мне принесет эмоции мне не важно кино это будет или прогулка или общение с человеком или заработок денег или там сделать приложение это не важно вот что в данный момент приходит если я от этого кайф получаю я получаю все вот моя цель сейчас что будет потом вообще неинтересно мне сейчас нравится программировать приложение в данный момент да может быть мне потом станет неинтересно я брошу и даже не буду заморачиваться если если уже есть сценарий как его можно изменить сценарий есть в здесь сейчас и в прошлом а в будущем мы выбираем сценарий каждый каждый миг мы выбираем новую реальность каждый миг но в какую бы реальность вы не попали сценарий будущего и прошлого там расписан но мы эти сценарии с расписанным вернее смотрите мы эти реальности выбираем каждый миг каждая наша мысль выбирает ту реальность соответствующая этой мысли и в каждой реальности прописан сценарий так грубо говоря вот прям очень грубо говоря не знаю как это вы поймете нет и в данный момент здесь сейчас в какой вы реальности себя осознаете по-другому быть невозможно чего-то там другого и здесь сейчас то что вы в театре как актриса отыгрываете да в котором и режиссером тоже являетесь просто играйте наслаждайтесь сейчас в этой реальности у вас такая игра отыгрываете как актер на сцене при этом помня что вы просто актер и как бы наблюдаете за собой со стороны отыгрываете по максимуму свои роли например вы выходите на сцену ну обычную сцену и вам нужно сыграть снежную королеву вы играете снежную королеву а тут приходит какой-то чувак и начинает вас убивать саблей не знаю где такой сценарий конечно вот и вы должны красиво умереть и вы это делаете на сцене и умираете красиво пафосно падает там просто если вы это будете делать без чувств и без эмоций да зрители вам не поверят вы хреновая актриса вот и вы должны в жизни точно так же играть роли там в семье на работе как актриса отыгрывая вообще по полной если плакать то рыдать на взрыв чтобы зрители поверили если кричать то так чтобы зрители поверили если радоваться то на полную катушку они вот стесняться хорошо да да а если вот прям хорошо то это должно быть хорошо если вы хотите танцевать то вы должны это делать вот прям со всей страстью да а не вот так вот еле передвигая ноги и не двигая там телом как робот то есть вы должны отдаваться каждый миг со страстью вот чего бы вы не делали если пить чай то с таким наслаждением пить воду и прочувствовать так этот вкус воды как он заполняет наполняет ваши все клеточки и кровь там я не знаю там катализатор для всех биохимических процессов выпадает в ваш организм чтобы зрители поверили о том что блин вы наслаждаетесь этой водой то есть если что-то делать то это должно быть со страстью если вы это не делаете то ваша жизнь проходит стрёмно бесцельно в унынии с ленью ну и короче со всеми сопутствующими получается все наши проблемы в жизни болезни там долги конфликты что бы ни происходило начиная там от ближнего окружения и нашего тела заканчивая там правительством что в мире происходит все зависит от нашего настроя чувства и как вот мы играем в этой жизни то есть как мы проявляемся все зависит вот только от вас и если вы живете полудохлой жизнью да то и мир такой вот вокруг вас и вы его и ощущаете вот таким образом и каждая проблема сигналит вам обратить на это внимание то есть проблема это не потому что какие-то внешние факторы вдруг пришли навалились на вас бедного несчастного и должны их расхлебывать любая проблема это не проблема это просто сигнал к тому что вы себя тормозите проявляться тормозите действовать тормозите свои эмоции тормозите свое движение действия все что угодно то есть хочется плакать и вы будете сдерживаться ну как то неприлично стыдно как то я что слабый человек если я покажу слабый да вы знаете что слабость это самая большая сила человека вот и сильному человеку не нужно показывать силу потому что он сильный силу показывает поистине слабый человек и короче вот что я хотела сказать все это манипуляция когда мы начинаем блин и мысль потеряла про манипуляцию я хотела сказать ладно сейчас придет мысль скажу страх остаться без денег колбасит очень долго как не принимаю не проживаю опять поднимается ну да замкнутый круг но если ты сериал про деньги не смотрела там четко сказано то что нам деньги не нужны нам нужны эмоции и чувства испытывать и чтобы их испытать мы придумываем себе разнообразные штуки которые будут вызывать в нас эти чувства мы все время хотим денег там денег до тех пор пока ты себе хочешь придумывать что вся жизнь зависит только от денег да то ты будешь страдать и пока ты сама не решишь перестать страдать от этого никто тебе не поможет никакой психолог попробуй уехать без телефона без связи там выживать в лес на там две недели в палатках питаться подножим кормом взять с собой и сух паёк и попробуй там повыживай потом приедешь в город и поймешь блин что все проблемы это такая херня вообще с вот со всем вот этим вот либо иди в деревню поживи у какой-нибудь бабуси попробуй ей покормить там свиней коров там огород пахать и просто поработай как это сейчас мысль короче порки вам не хватает вот сидите гоняете блин то чего нафантазировали сидите не живете вот сейчас да придумываете вот кучу способов да чтобы уйти в какие-то иллюзии думать о будущем лишь бы вот сейчас не жить ваша жизнь так и пройдет ну вот как бы у вас выбор есть позиции жертвы быть или наконец-то просто вот наслаждаться это здесь сейчас вот сейчас в данный момент вам нужны разве деньги у вас есть водичка дома да вы можете поприседать можете полежать можете телек включить не знаю что угодно вот сейчас деньги не нужны вот прям в эту же секунду насладитесь хотя бы этой секундой хоть раз перестаньте думать нехватка порождает нехватку если все время нет денег нет денег нет денег наш мозг проецирует реальность вовне буквально вот квантовая электромагнитная волна каждого отростка нейронного излучает эту волну и фотонами собирает вот в реальности картинку мы все время гоняем своими нейронными связями нет денег нет денег их и нет только потому что ты думаешь что их нет если ты будешь менять привычку и говорить себе блин нет денег мне вот интересно как они сейчас придут мне вот интересно как их заработаю мне интересно как я сейчас проявлюсь мы лишаем то себя денег только своим собственным желанием потому что весь мир это продукт нашего желания Если я хочу, вернее, если у меня нет денег, это я хочу, чтобы их не было. Других причин нету. Это моё желание их не иметь. Почему? Чтобы поднять свою задницу и что-то делать. Как-то суетиться, как-то двигаться. Потому что если будут деньги, ты будешь просто сидеть на кофе ровно и ничего не делать. Деньги тебе сейчас нужны, вернее, отсутствие денег. Тебе нужны как мотивация начать развиваться во всех направлениях. Куча всего изучить, куча всего завести знакомств, побывать везде, прокачать какие-то свои навыки, прокачать какие-то способности, увидеть какие-то ресурсы и так далее. То есть мы безденежно себе придумываем своим собственным желанием. Других причин нету. Люди, которые работают и занимаются собой, у них есть деньги. Не может быть такого, чтобы у человека, который бы шёл в новое, который бы изучал новую информацию, который бы прокачивал себя как специалист в любой области. Не может просто остаться без денег. Это невозможно. Тем более, если вы не читали книжку «Деньги», то это советую почитать. Желание пишите в настоящее время? Да вообще пофиг. Сейчас посмотрю. Полёт с мёртвой петлёй и штопором. Это может быть сейчас полёт, может быть завтра, может быть вчера. Просто полёт. Просто полёт. Я не знаю, в каком это времени. Прыжок с парашютом. Не когда-то там. Я вот вдруг прыгну с парашютом. Прыжок с парашютом. Оно может быть и в будущем, может быть и в настоящем. Ну вот полёт с мёртвой петлёй. Я делала в сторис видяхи. Я только записала это желание. Через два дня реклама. Я пишу, говорю, ребят, я хочу мёртвые петли, штопором, тра-та-та. Они говорят, 15 минут. И мы вам обзорку сделаем и парочку там этих приколюх. Я такая говорю, не, меня это не устраивает. Я хочу 30 минут без всякой вашей обзорки. Трэша такого, чтобы было капец. Ну, на что мне отвечают, что у нас чемпион мира 3 июля прилетает на один день из Сургута по высшему пилотажу. Блин, и вас покатает. Именно вот так, как вы хотите, чтобы был трэш, трэш, трэш. Всё, я смотрю, моё желание сбылось. Я тут же записалась, и вот 3-го числа еду. В 2 часа я буду на аэродроме. Что у меня там следующее? Прыгнуть с парашютом. Я думаю, реклама меня сегодня, там завтра догонит, я запишусь и поеду прыгать. Как начать? Вот просто взять, записаться и поехать. Потом у меня батуты есть, скалолазы не есть. Флайборд есть. Научиться пилотировать джет. Ну, курсы стоят там сколько? Полтора ляма, лям на 3 месяца с корочкой. А можно на один день просто поехать, прийти инструктаж, полетать вместе с водилой рядом, с пилотом. И это стоит не дороже, чем я вот поеду 3-го числа. А джет – это вертолёт, короче, чтобы самой пилотировать. Тоже вот желание, и в принципе, не такое дорогое. А мужа загадываешь? Нет, мужа я не загадываю, потому что, блин, как это загадывать мужа? Даже не представляю. У меня есть в списках желаний разных людей, которых я хотела бы видеть в своей жизни. Может быть, кто-то из них и станет моим мужем? Я не знаю. Ребёнок 5 лет упал, разбил лоб. Это что, думаю много головой или куда-то бьюсь лбом? Вот знак вопроса на восклицательный знак. Меняем, все ответы уже есть. Когда читаю вопросы людей, мысленно им отвечаю и всегда правильно. Но как касается меня, кто тупее на глазах? Виктория, вам нужно зеркало подружку, с которой вы бы вместе помогали, было бы хорошо. Причина твоего развода такая красивая пара была. Я изначально играла роль мамочки, и поэтому наши отношения не сложились. И так как я изначально была настроена быть мамочкой, я привлекла к себе такого мужчину. и когда я поменялась, переделывать человека смысла нет. Я просто получила свой опыт и иду дальше в новый. То есть, если бы человек тоже бы развивался и заинтересовался бы темой отношений, и захотел бы измениться, мы бы остались бы с ним вместе. Но так как он меняться не хочет, его всё устраивает, а я-то поменялась, моё отражение в зеркале уже не соответствует мне совершенно. И нас так вот жизнь развела. Муж был вообще прекрасный, классный, но меня не устраивает моя роль мамочки. Я хочу равноправные отношения, на что мой муж не готов. Понятное дело. потому что изначально мы с ним как пазлы две половинки вообще прям идеально сошлись, но я поменялась, да, пазлы уже не входит. Короче, вот так. Между мной и мужчиной всегда что-то стоит. О чём это может говорить? В этот раз его папа до этого нас разделял с другим его тусовкой друзья. Очень интересно узнать, что это показывает мне. Вам, наверное, надо на курс отношений, потому что, ну, я так не скажу. Надо разобираться. Спасибо. Спасибо.